Добрый день, мы рады всех приветствовать. У нас в студии Михаил Стальнухин. Здравствуйте. День добрый. Михаил, неделя насыщенная, но ту новость, которую я хотел бы сегодня с вами обсудить, она всех затронет, я уверен, в Эстонии. Это попытка, даже не попытка, а уже намерение поменять Конституцию. С учетом того, что право голоса должны потерять граждане, ну сейчас говорится, граждане России и Белоруссии, с постоянным или временным вид на жительство, на местных выборах. Других возможностей у них голосовать нет. Там сформулировано граждане третьих стран. А, уже? То есть различаются граждане Эстонии, это, наверное, первая страна. Вторые страны, это страны Евросоюза и НАТО. Я вот, там формулировка такая странная, я не очень хорошо понимаю, касается это Турции или как. Вот, но, а все остальные, это граждане третьих стран. Это подается некоторыми с точки зрения, что это делается специально властью ради того, чтобы не потерять свои административные положения, грубо говоря, не потерять власть, потому что якобы эти люди могут повлиять на исход выборов, местных выборов. Почему-то раньше они... Интересно. Ситуация, какой была, такой была. В принципе, ну, что тут может измениться? Я здесь вижу, в общем-то, не попытку изменить исход выборов, поскольку это дело такое, крайне сомнительное. Вот. Здесь две цели, которые, с моей точки зрения, гораздо лучше прослеживаются. Я сейчас думаю, рассказывать, не рассказывать. В общем, к моему глубочайшему сожалению, я только в этом году познакомился с творчеством Кадзуо Исигура. Это такой британский писатель. Ну, он действительно англичанин, ну, просто имя вот такое. Это как Салман Ружди, которого все считают непонятно кем, а по сути дела он британец, который в элитной школе учился и всю жизнь живет там. Значит, так вот, этот товарищ Исигура, он является автором романа «Погребенный великан». Читали? Нет. Не могу рекомендовать. Спасибо. Я, нет, не могу рекомендовать, потому что я редко, я довольно быстро читаю, но здесь я продирался сквозь текст, ну, просто с какими-то зверскими усилиями. Он такой очень... Это потом до меня дошло, что эта общая атмосфера романа создается вот таким вот литературным приемом. Вот этими вот повторами, вот этими вот непонятными рывками, движениями неторопливости и все такое прочее. Там все происходит в стране, ну, ясно, что это Англия, там, раннее Средневековье и все такое прочее. В атмосфере, когда, ну, попросту говоря, есть волшебный дракон, который надышал каким-то газом на всю страну, отчего люди потеряли память, и они ничего не помнят. И вот у них из-за этого проблемы там родители не могут вспомнить детей, и дети не могут вспомнить родителей, никто не помнит, откуда он пришел, и все такое прочее. И вот ты читаешь, и постепенно вот эта атмосфера проникает, проникает, проникает. И я когда читал, у меня с самого начала, вот, а как это у вас так получается? Они же откровенно враждовали, вот, бритые саксы, там, там постоянная резня была, и, в общем-то, ну, это было реальное завоевание континента кем-то, кто пришел со стороны. А вот здесь, в книге, они у вас живут в одних и тех же деревнях, ну, то есть, в перемешку. Они не то, что перемешиваются там активно, там, интегрируются друг в дружку, да, но вот этого вот ярого сепаратизма тоже нету. Вот как это? И постепенно до тебя доходит вот эта мысль. Он пишет о том, что вместе с памятью уходит и та память, которая хранит былые обиды. Она хранит былые обиды, и когда они пропадают, люди получают возможность жить нормально в мире. То есть, лишаясь вот чего-то вот здесь, ты приобретаешь, ну, лишаешься какой-то части исторических знаний. А здесь, с этой стороны, ты приобретаешь мирную, спокойную жизнь и шансы на то, что твои дети доживут таки до седых волос. Вот, и это я в целом сюжет пересказал, не буду там герои, там, сюжет в подробностях и все такое прочее. Это кому охота, найдите, книга называется «Погребенный великан». Там есть мысль о месте заранее. Я когда прочитал, я подумал, ну, надо же, вот первые 50 страниц меня вообще, я думал, так и будет, что и тянуться будет вот это вот так же уныло, и вряд ли здесь какие-то здравые мысли у тебя интересные могут появиться. А он предлагает вот эту идею, и он говорит о том, что любая человеческая общность, она построена на тех взаимоотношениях, которые закладываются кем-то со стороны. Иногда это учитель истории, иногда это бабушка, которую херню всякую несет уже в дементности, да, пребывая, а вы воспринимаете вот это вот все. Ну, помните, я вам рассказывал про двух американцев, которые все познания по истории Эстонии почерпнули из четырехчасовой экскурсии по Таллину. И после этого всем в своей округе и своим студентам, потому что и она профессор, и он профессор, всем рассказывали, что у эстонцев в советское время нельзя было говорить на эстонском, за это отправляли в Сибирь, не было журналов, книг, газет, не было театра, не было телевидения, в общем, жутко жили. И вот это вот, приехали, а экскурсовод же врать не будет, вот это в голову вошло, все, передаем это дальше. Вот, и вот эта вот общность человеческая, она всегда готова кому-то отомстить. Всегда. И тут возникает ситуация, блин, вроде хочется, а непонятно за что. И вот эта вот месть заранее, на всякий случай. Давайте отомстим вперед, мы же знаем, что они плохие, они нам не нравятся, давайте им отомстим. То есть, вот, живущий в Англии японец написал книгу о раннесредневековой Британии, которая дает представление о том, что сейчас происходит в Эстонии. Это месть заранее. Вам откровенно говорят, вы нам не нравитесь, мы готовы смириться с тем, что вы здесь живете, потому что кто-то же должен стоять на конвейере, кто-то должен водить автобусы, троллейбусы, кто-то должен сортировать мусор, сидеть на кассе в магазине. При этом кто-то, мы же не говорим, что это вы делаете исключительно для себя, нет. Вы здесь живете, вы платите за это, платите налоги, но мы вас так не любим. Мы вас так, господи, давайте отомстим заранее. И вот это, поскольку не за что, то давайте заранее это сделаем. Вот это месть заранее. Вот этот вот закон, о котором можно говорить уже в настоящем времени, то, что они там возбудились в количестве 61 человека, что меня особо радует, это постоянные вскрики социал-демократов на тему «Мы против, мы против», а потом вдруг бац, и они подписывают вот этот законопроект, и без всяких проблем этот закон будет принят, и граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана, ну, в общем, всех третьих стран, лишат права голосовать на местных выборах. Останутся граждане Евросоюза, и почему там сказано Евросоюза и НАТО, как вы думаете? Почти одно и то же, не считая Турции. — Нет. — Ну, скажите. — Ну, там же Соединенные Штаты. Вы что, с ума сошли? Вы американцев хотите лишить права голоса на местных выборах в Эстонии? Я вот тебя вот сейчас за ухо возьму и отведу в посольство США. Там тебе объяснят, что к чему. Вот. Поэтому вот такая формулировка. А вы вот местные. Ну, как мы еще можем объяснить, насколько мы вас не любим, как мы вас презираем, и как мы уже готовы к тому, чтобы вас отправить в какие-нибудь бараки или камеры? А по-другому никак. И вот так вот в ситуации, когда вроде бы все время идут разговоры, о какой-то возможной войне. И в этой ситуации вам надо крепить общество, создавать единую общность. Хоть как-то. Вы же сами 15 лет, вот 90-е годы и в начале нулевых пели про интеграцию. И чем все кончилось? Вот. Так что... Не знаю, я тут пока говорил. Есть еще одна вероятная причина, но это слишком уже что-то такое жесткое. Пожалуй, оставлю, пока мне дадут для этого еще какой-то повод. Давайте вот этим вот ограничимся. В любом случае это никак не повлияет, скажем, на выборы, но для разделения общества это один из шагов. Ну, разделение общества произошло давно. То, что какую-то часть общества даже обществом-то не считают. Мне, кстати, ну, в комментариях сразу напишут. Есть нормальные люди, которые все понимают и для которых это так же больно, как для вас. Я говорю, ну, ваше большинство и вы выбираете эту власть. А эта власть потом, она не в состоянии принести какие-то изменения позитивные в экономику. Она не в состоянии что-то кардинально изменить в медицине, в образовании и так далее. Это все опускается. И они находят вывод. Вот теперь до самых выборов до октября следующего года вот эта тема будет постоянно обсуждаться. И не счесть будет митингов, на которых вот все вот эти, которые сейчас в теледебатах участвуют, где-то доказывают разумность этого шага, а почему так, а почему так и все такое. Они будут светиться, светить лицом. Вот мы такие патриоты. Вот без нас вы просто не проживете. Это ж мы лишили 70 тысяч человек возможности участвовать в местных выборах. В местных. Ну что ж, друзья. Не знаю даже, что сказать. Время идет. Кто-то видит такие для себя изменения, что это улучшит нашу социальную, экономическую жизнь. Посмотрим, что будет дальше. А, да, я забыл. Нас примерно треть наших слушателей проживают за пределами Эстонии. Им надо объяснить эту ситуацию. Дело в том, что если вы в Европе, то у вас такое представление, что речь идет о общности, которая создалась вот в каком-то обозримом прошлом. Ну, как в Германии, да. Вот буквально вот с Меркель начался вот этот массовый приток мигрантов, о чем сейчас спор у них там ведется, да. То называли цифру 2 миллиона, потом перескочили на 3, потом на 4. И они не хотят работать. Они приехали из тех мест, где условия жизни даже близко к немецким не подходят. Значит, они достаточно неприхотливые. А немцы очень щедрые люди. То есть, заработать те же деньги, которые платят мигрантам, которые переехали из Африки, из Азии, заработать на производстве, это ого-го, как надо постараться. А им платят пособия. Вот. Это одна ситуация. А у нас здесь ситуация, когда после войны, вот сюда в Нарву, например, привезли 15 тысяч человек по мобилизации. Эти люди даже ехать не хотели. Их привезли на развалины. Вот в городе, где мы сейчас с Виктором находимся после войны, ну вот городская легенда, осталось два здания, в которых можно было там что-то проводить, что-то делать. Вот. Этот город надо было возводить заново. Надо было восстановить Кренгольм, который был в руинах. Надо было восстановить Нарвский замок, который тоже стоял в руинах. Надо было строить жилье. Потом, в 50-х годах, было принято решение строить здесь электростанции. Вот эти люди, которые приехали, это не те нахлебники, которые приехали, сели на шею, а теперь мы вам еще и власть будем выбирать. Это люди, которые прожили здесь по 60-70 лет. Многие родились. Многие родились уже здесь, даже не во втором, а в третьем поколении, да? Вот. И тем не менее, и тем не менее, они так и остались чужими для той власти, которую, для той, что она из себя сейчас представляет, которая с диким гиканьем начинает решать проблемы, которые никакой проблемой для страны не являются. Это просто унизительно и обидно для части населения. В их представлении, когда унижаешь кого-то, то поднимаешься сам. И они пытаются это внушить своим избирателям. А избиратели, судя по всему, с этим согласны. Они их поддерживают. Так что, ой, господи, это никогда не кончится. Михаил, спасибо большое за ваше мнение. Все равно у избирателя выбора нет. Там просто разные сорта одного и того же. И выбирай, из чего хочешь. Вот и все. Все, все, все. Хватит. Спасибо большое. Спасибо, что вы слушали. Желаем удачи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok